привет с вами виктория сегодня готовлю венский шницель или как его еще можно назвать отбивные из телятины приготовления нам понадобится телятина если вдруг у вас нет телятины то же самое можно приготовить со свининой или с куриным филе соль перец два яйца растительное масло или масло для фритюра панировочные сухари и мука но давайте же приступим сначала подготовим мясо для этого я беру кусочек и начинаю его вот так вот разрезает с краю и как бы разворачиваю разрезаем не до конца чтобы кусочек у нас получился целенький толщина кусочка примерно пол сантиметра мясо солим с двух сторон солим и перчим и теперь мяско нам нужно отбить кладем мясо в целлофановый пакетик или накрываем пищевой пленкой и начинаем его отбивать отбиваем от середины к краям как бы растягивая кусочек толщина кусочка должна быть миллиметра 3 переворачиваем кусочек на другую сторону и отбиваем с другой стороны отбиваем с двух сторон и вот что у нас получилось вот такой кусочек и теперь тоже самое проделываем с другими кусочками для льезона или панировки можно называть по-разному разбиваем 2 яйца немного подсаливаем и взбалтываем венчиком и для того чтобы нам было удобнее обмакивать наши кусочки мяса в яйце выливаем в плоскую емкость панировочные сухари также выкладываем на плоскую тарелку ровно распределяем и то же самое проделываем с мукой понадобится примерно 100 грамм муки и 100 граммов панировочных сухарей и теперь приступаем к панировке мяса берем кусочек мяса обваливаем сначала в муке чтобы мука хорошо прилипла принципе если вы хорошо отбили то мука должна хорошо прилипнуть со всех сторон встряхиваем лишнюю муку затем обмакиваем яйца с двух сторон яйце удобно обмакивать с помощью двух вилок и обваливаем в панировочных сухарях и вот такая заготовка шницеля у нас получилось при желании можно сделать такие заготовки заморозить и потом использовать по надобности на данное количество мяса вот почти 500 грамм у меня два яйца достаточно панировочные сухари можно купить готовые можно приготовить сами на сковородку на которой будем обжаривать шницели наливаем достаточное количество растительного масла чтобы шницели были покрыты минимум наполовину сковородку хорошо разогреваем можно проверить вот так я взяла оставшиеся панировочные сухари и вот так вот брошу вот пошли небольшие пузырьки хорошо видно значит масло уже достаточно разогрела и выкладываем заготовку венского шницеля сковородку немного уменьшаем огонь и даем обжариться примерно по пару минут с каждой стороны до золотистой корочки если в некоторых местах недостаточно сверху масла то вы вот так можете ложечкой сверху поливать с одной стороны шницель хорошо подрумянился переворачиваем аккуратно его на другую сторону обжаренную отбивную перекладываем на тарелку переложенную бумажными полотенцами венский шницель готов получился он красивый румяный аромат венский шницель можно подавать с любым гарниром также его поливают соком лимона или подают просто с любым салатом сейчас я вам отрежу кусочек и покажу какой шницель получился внутри получилось очень-очень вкусно вкусное мясо телятина и сверху хрустящая золотистая корочка если видео вам понравилось ставьте лайки не забудьте подписаться на мой канал всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok